Череповецкая студия, точнее ее здание, окончательно переходит в другие руки. Это означает, что все, конец. Теперь там будет что-то другое. Последние резервы аппаратуры, которые, как я понимаю, должны были отправиться в другой город, видимо, уже все-таки никому не нужны, потому что, черт возьми, кому нужен битакам. Если честно, в наше время, когда все пишут на флешке. Кому? Тебе. Ну да, поэтому мы идем туда спасать последнее оборудование, потому что либо мне, либо мусорку. Вот. Мы не можем этого тебе позволить. Ну да, жалко. Вот, к слову, там где-то вышка. Наше походное телевидение все больше напоминает, пройдемся по помойкам. Потому что здесь, в общем-то, уже не осталось ничего. То, что вот сейчас у нас было полезно, мы забрали. Кассеты, видоки. Нет, изысканный глаз, конечно, что-нибудь здесь еще и может найти. В виде отдельных кассет. Кто-то может увидеть клавиатуру с мышкой. Но в тех масштабах, в которых мы сейчас все это спасаем, смысла ковыряться, к сожалению, в этой мелочевке нет. Да и времени тоже. Сейчас мы быстренько в полумбраке пробежим по тому, что осталось от Череповецкой студии, которую, к сожалению, закрыли. И все производство программ перенесли в полагда. Это реально, это уже похоже на сталк, потому что здесь нет ничего. Здание передается. Больше уже не будут иметь отношения никоим образом к производству программ. Пускайки на пленок. Разная прочая ерунда. Планы были большие. Здесь начинали делать ремонт. Но, к сожалению, вот рукояточка. Огромные старые видеокамеры и на видео. А вот это страшное окно оно направлено в студию. Там вдалеке можно даже увидеть цвет. Кулеры. Все разросло на попало. Контрольные какие-то громкоговорители. Это все, что осталось от телевидения на данный момент. Нет, аппарат нас живет. Понимать, что это, условно говоря, не конец света. Но по большому счету это все, что осталось. Сейчас я просто вхожу в комнаты. Вот, например, фуджино. Крышка объектива. Выкину ее сюда, потому что пригодится. Различная макулатура технического и не очень на значение. В средней комнате я, например, нашел паспорта на электрон-2. Вот что-то за комната. Боюсь, точно не скажем. Но, тем не менее, да. Здесь паспорта на осветительное оборудование. Прочую технику. Да, повторюсь. Вот даже пожительные корки. Ударник коммунистического труда. Членский билет. Доки на залка. Москвич. Тисяча. Салон на обслуживание. Причем даже что-то ничего не написано. Забавно книжек. Вообще, да. Все плохо и пульско. Книги по тому, как правильно снимать, в некоторых случаях пропагандировать. К слову о пропаганде Томик и Ленина. Просто весь стилат что-то Томик и Ленина. Здесь в течение некоторого времени был склад. Мы здесь немного нашли остатки магнитной ленты. Но, вообще, да. Вообще, опять пустота. Стулья. Который, который, следовавшим, отправится на помойку. Шикарный стол. Было бы у меня огромное пространство. Я бы реально забрал этот стол. И за ним можно было бы что-нибудь снимать. Потому что шикарный стол уровняет Битгая. Но, боюсь, он слишком велик для того, чтобы поместиться куда-либо. Сидушка для унитаза новая. Здесь когда-то давно мы с вами снимали видео о том, с чем должна была стать студия. Матерёк. Вот, кстати, то окно, что мы видели сверху. Вот здесь на потолке висели прожектора. Всё, ничего. Больше ничего не осталось. Наверное, только хромакей остался. На фоне которого я веселился. Вот это тёпло. Пушки, магнитная лента. Какие-то разъёмы сели по всему. Кайки, болты. Семьи. Привет. Да, кстати. Кстати, здесь любили принимать три семёрки. Очень любили. Ну да, это то, что осталось. То, что осталось. Просто больше сказать нечего. Скорее. Техники здесь нет. Всё, что можно было вывести, оно выведено. Но обидно, что это была вот та студия, которую мы заставили с вами, пусть не в рабочем состоянии, но ещё за всем оборудованием. С прожекторами, с лебёдками. Всё это демонтировано и ушло на металл. Сейчас, в общем, всё и здесь. Угу. Да? То самое. Куски оборудования. Светильники. Плазма. Старое хранилище. Склад. Если правильно помню, официально это говорительно. Потому что за счёт этого помещения поддерживалась нужная температура в студии. Потому что нужно понимать, что когда только эту студию открывали, по-моему, в 60-е годы, если даже не в конце 50-х будет собрать, то, соответственно, тогда здесь использовались громадные, сильно греющиеся лампы. С большим счётом, показать мне вам просто нечего, потому что здесь уже остался мебельный диплом. Ну нет. Немножко электроники, смотрите. Конденсаторы, да. Факс перевёрнутый. Принтеры. Там системничек валерта. В общем, да. Вот это ячейки. Сродить детали. Посмотреть здесь указаны типы транзисторов. Иногда там даже что-то ещё осталось. Какие-то диоды. В случае, если бы это был, скажем так, единичный случай появления, скажем так, такой ячейки какой-нибудь, или что-то, то есть типа вот, возьми детальки. Без проблем. Я могу забрать детальки. Но сейчас всё это сортировать, приводить в адекватный вид. Притом обилий техники, которая мне досталась сейчас, я не знаю как-то. Поэтому может быть обидно, что иногда ты вспомнишь, что за зам, мне нужен вот этот транзистор. А вот здесь он был бесплатно. В магазине он 100, там 200 рублей. Тут вот просто валяется на полу. Ты ничего не поделаешь. Вот, кстати, бабулька. Смотрите, какая бабулька. Любопытная схема, киноплёнка. То есть, если закапываться в мелочи, здесь определенно есть счётчила спасти. Но возможности такой нет. В ближайшее время здание отдаётся. И всё, конец. Здесь, пожалуй, последнее помещение, где ещё что-то функционирует через переноску. Даже с батареями, резервного питания. Это противопожарка. Не могу уже туда попасть, но мы видели это помещение как-то раньше. Это ранее была терристор. Я её показывал в прошлом обзоре, скажем так, на эту студию. Здесь была терристорная. А здесь стоял огромный пульт, за которым можно было управлять светом. Ну и, в общем-то, подводим итоги, что я забираю отсюда. Конечно, многовато. Мягко говоря, многовато. Я везу это в гараж и там уже буду распределять. Вот это огромная стойка. Шкаф от телевизионной аппаратуры уже без боковых крышек, но, тем не менее, банально, потому что он стандартной стоечной ширины и туда можно поставить больше что-то из этого. ВИЧСа. Беты. Пульт. К сожалению, от него осталась только вот эта пультовая часть без непосредственно мозгов. Транскодеры. Просто стопка видеомагнитофонов, плёнки. Куча видеокассет. Маленькие изящные девикамы. Микроскопическим ЖХ-дисплеем. Кассеты, кассеты. Там, не сказать, что полупрофессиональные, но такие хайендовые видаки. Это мозги непосредственно видеопроцессора от одного из пультов. Даже сейчас сходу не найду его. Он лежит в шумке вот там сбоку. В общем, да. Вот это то, что увозится в гараж. Да, видеокамера. Видеокамера или камушками. Для ночев можно, конечно, долго рассматривать плёнка Орва, кусочки плёнок, скажем так, то, что звукорисловно говоря осталось. Разбираться здесь можно даже в этих кучах найти ещё осколки видеокассет. Шикарный чемодан телевидения. Но если серьёзно, если серьёзно, повторюсь, копаться здесь можно до бесконечности и даже что-то выгребать, но всему должен быть свой предел и своё понимание и глядя на эту кучу, я просто понимаю, что этот предел уже нарушен. Эти аппараты не все идут мне. Точнее, пока они идут мне, но я буду серьёзно думать над тем, как их распределить по любителям подобной техники, потому что объективно мне столько не нужно. А, кстати, микрофонный пульт. Его, возможно, тоже прихвачу. Ну, как бы, вот. Так что, да, я нахожусь в таком немного полукосмическом состоянии, потому что ну, ребят, это слишком много. Это слишком много, но в то же время варианта два. Либо я это забираю, либо это идёт в помойку. просто в помойку, в утиль. И в отношении всякой мелочёвки я могу с этим согласиться. В отношении этой аппаратуры, которая ещё, в принципе, может, пусть не по прямому назначению, но постужить любителям, то, как бы, я несколько против. поэтому сейчас будет страшная операция по перемещению всего этого добра в гараж. Это будет жёсткая утрамбовка. Я немножко в шоке. Хоть я здесь уже бывал неоднократно и возил разное железо, но теперь это перешло на несколько другой уровень. Поэтому всё как-то немного плохо. Романтика, господа. Уже 23 часа ночи, а мы перед гаражом со всем этим оборудованием. Дело в том, что я немножко лаженул, и да, я забыл ключи от гаража дома. Эх-эй! Поэтому я сейчас побегу домой. Хорошо, что у нас есть преданный помощник Артём, и он поможет подежурить здесь со всем этим волшебным добром, которое мне пришлось поставить перед гаражом виденье. В общем, да, это выглядит, конечно, забавно. Против гаража куча кассет, просто неприлично огромная стойка бетакамов и свечи. В общем, да, угрожаем. Бетакамов 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 Бетакамов